Дело запишу, чтобы потом на ютубчик выложить, чтобы лишний раз двойную работу не делать. Итак, ребята, у нас обзор карт. Давайте посмотрим, что нам вчера показали Близзарды, какие новые картишки мы увидели. Больше, к сожалению, кроме карт нам ничего не сказали. Только сказали, что дополнение выйдет в середине декабря. Пока точную дату не называют, но походу это будет 7-го по 10-е где-то так. Я думаю, давайте рассмотрим новые карты. Я это делаю в прямом эфире вместе с чатом. Так что, если, ребята, у вас есть какие-то комментарии по той или иной карте, обязательно пишите в чатик. Если я замечу, прочитаем. Итак, первая карта, которую нам показали, которая является, видимо, самой... Ну, как у них, cutest, то есть самой милой картой дополнения по версии главного дизайнера. Называется Дикий Барматун. Он очень напоминает мне Чеширского кота из Алисы в Стране Чудес. Значит, эта карта заединиться маны 1-1. А после того, как это существо атакует героя, вы кладете в руку его копию. Ну, сразу что можно сказать. Ну, карта, на самом деле, нифига не бесполезная. Ну, во-первых, ее можно комбить с квестом Разбойника. Ну, чисто теоретически. Либо, что еще круче подходит, это для квеста Ханта. Больше применений для этой карты я, к сожалению, не вижу. Его на первый ход хорошо ставить. Ну, например, с квестом Ханта, допустим, как мы должны себе повесить сначала квест, потом поставить его. Потом он должен прожить, еще походить и вернуться в руку, чтобы его еще раз сыграть. Это вроде, ну, вроде как бы, по идее, вначале может убить только Макпингом. Знаете, и после... После того, как пират-глазастик стал имбой, мне на самом деле очень страшно недооценивать вот эти вот самые единички. Если его забафать, она забафанная, скопируется? Нет. Скорее всего, просто ты 1-1 в руку получишь и все. Вот, так что эта карта заиграет только... Ну, можно, знаете, там с жонглером каким-то. Это клево. Можно с Хоп Гоблином вольном поиграть. А так, больше ни для чего я эту карту не вижу. Только в каких-то специальных колодах подобранных. И то, знаешь, если эта карта тебе придет в лойте, то ее очень легко будет убить, и она себя не реализует. Карта только для старта. Вот первый ход, ты сразу ее ставишь и пытаешь себе как-то их закрутить. Но зачем тебе это нужно? Разве что Паладину, да, к Шестокториму, чтобы потом этот весь стол забафать на... А так, так какая-то, ну, бесполезная карта. Заиграет только если в совокупности с какими-то другими картами. Следующая карта, да, добавили теперь секреты для разбойников. В частности, вот этот секрет будет у Роги. За две маны не стоит, в принципе, как у Ханта. Не стали делать за четыре маны. Ну, потому что у Паладина мы привыкли, что секреты за единицу маны. У Ханта за две маны, у Мага за три маны. Разбойника решили как бы приравнять к Ханту. Не знаю, с чем это связано. Будет всего три секрета новых. Два из них показали, это первый. Значит, за две маны внезапное предательство. Когда существо атакует вашего героя, вместо этого оно атакует одно из соседних существ. Своих. Стоит существо, рядом с ним другое существо. У вас висит этот секрет, противник пошел вам в лицо, и перенаправление идет на одно из рядом стоящее существо рандомно. Ну, область применения видна, конечно, знаете, как защитно, да? То есть, чтобы Рога жил-жил подольше. Ну, и там есть прикольные карты, которые можно обыгрывать. Но если Разбойник будет часто использовать эту карту, скорее всего, все будут знать, что это внезапное предательство, и будут пытаться от него отыграть. Например, ставить сильные существа между слабыми существами, и просто красиво размениваться. Пока не знаю, в какую колоду это можно положить. Ну, также хорошо, например, с комбицей, например, с подготовкой, там, можно, например, ванклифа, да, раскачать через подготовку эту карту. Вполне сильный спелл. Для Разбойника всегда прикольно. Мне, например, второй секрет, если честно, больше понравился. Там в эту сторону идти. Да, называется Обман Смерти. Еще один секрет. Когда погибает ваше существо, возвращает его в руку, оно стоит на две меньше. Вот это вот интересный секрет. Сразу понимается, что карта должна использоваться в каких-нибудь Мирикл Разбойниках. Например, ты на пятый ход ставишь, например, Обман Смерти, плюс потрошение на какое-то существо. А на шестой ход ставишь аукциониста. Дальше там начинаешь крутиться, удар в спину, подготовка, там, то, сё, кидаешь пятый, десятый в лицо, в таблец пошел. Противный такой, ах, тут аукционист такой, ай, дай я его шлепну. Шлепает, а у тебя аукционист становится за четыре, ман. Просто жуткий имбаланс. Ну, это единственное мое представление, как эту карту играть на данный момент. Но можно ее также, например, с... Салносом использовать тем же. С чем ее еще можно использовать? С Лероем, да? Лероя поставил в лице, его убили. Те еще один Лерой в руках. Забавно. Что еще Разбойники такого использовать? Можно, например, ну да, с Ванклифом. Можно, например, какую-то контроль Молигас деку создать. Ты на восьмой ход кидаешь этот обман смерти, больше существ не ставишь. Ставишь Молигаса, Молигаса убивает, у тебя Молигас за 7 ман и открывает больше опций. Например, ты можешь и Потрошение кинуть, и Коварный Удар кинуть. Это очень много урона, можно просто ваншотить. Ктуна? Ну, ну, Ктуна... Да, с Колесетом можно так же... Ну, понимаешь, в чем проблема? Смотри, допустим, все говорят, да, вот Колесет ты поставил, его вернули. Колесет профитинг когда? Вот, допустим, у тебя есть монетка. Представим ситуацию, у тебя монетка, вот этот секрет в руках и Колесет. А как ты с Колесетом будешь его играть? Он на 2 маны стоит. Это раз. Колесетом он не комикс. Ты не можешь положить 2 копии Колесета, а то Колесет не сможешь крутить, потому что это 2 мановая фигня. Вот. Ну, хорошо. Допустим, допустим, такая ситуация. Ты положил 1 обман смерти и 1 колесета. И оба они пришли тебе в руку. У тебя монетка есть. Что ты будешь кидать через монетку? Обман смерти, чтобы потом кинуть Колесета, чтобы тебе его вернуть? Или все-таки поставишь Колесета на старт, чтобы уже получить с топ-дека существо, пробафанное Колесетом? Скорее всего, второй вариант ты это сделаешь. Поэтому обман смерти на принца не имеет большого смысла. Это бред, по-моему. Вот. Монетка, секрет, Колесет. Монетка, подготовка ты имеешь в виду? Ну, все равно это 2 маны, понимаешь? Есть шанс, что он у тебя в колоде будешь лежать, и Колесет просто запокапится. Поэтому такое себе комбинировать его с Колесетом. Но какие-то, например, комбо-колоды, которые раньше невозможно было сделать, теперь вполне себе доступны будут. Вообще карта очень хороша, и у разбойника существ достаточно много, чтобы это все дело прокрутить. И я думаю, разбойник рад любому существу, которое он сможет разыграть еще раз, потому что они очень крутые, имеют какие-то синергии друг с другом. И разыграть их еще раз будет для него крайне полезно. Плюс ты не проседаешь по картам, и это очень важно. Что у меня с мышкой, а? Алло, дядя. Дядя-дядя-мышь. Дядя-мышь! Где ты? Дядя-мышь не работает. Дядя-мышь. Просто нет мыши. Мышь суицидовала. Погнали дальше. Я пока разбираюсь с мышью, поговорю. Блин, а эта батарейка работает. Новую поставил, не работает. Старая батарейка работает. Что? Я это не понимаю. Привет, Вальдемар. Здорово. Рагнар, здорово. Хоть тебе не спится? Я просыпаюсь в 7 утра. Нет. Вестник Заката. За 4 маны 3-3. Дракон. Новый дракон для Преста. Боевы Клиж наносит 3 деницу урона всем другим существам, если у вас в руке есть дракон. Ну, карта, безусловно, бомба. Очень крутая карта. И будет играть, на самом деле, для арены вообще просто прекрасно. Возьми дракона и еще один масс-ремовл для арены. Это очень круто. Драконов Престу достаточно легко понять. У него есть классовый 5-6 дракон, который можно использовать, который часто выпадает. Плюс обещают нам еще штук, по-моему, если не ошибаюсь, 6-7 драконов после этой карты. Я думаю, возможно, Прест на драконах станет еще сильнее и будет появляться в тех моментах, когда в ладере будет большое количество агро-дек. Например, очень много агро-друидов тех же. Они спамят стол. Спамят стол. И обычно Престу, ну, без Кольца Света, например, ничего не сделать. А Кольцо Света стоит 5 маны, а вроде как-то надо зачищать сейчас. Теперь Вестник Закат сможет это сделать вместо Кольца Света. Теперь Престу не обязательно брать Кольцо Света. Он может теперь спокойненько занимать 5-й слот драконом и не брать вот этот вот бесполезный 5-мановый спелл тупо ради зачистки против агроты. Поэтому карта очень хороша. Чтобы она работала, она будет работать фактически, ну, в 90% случаев всегда у вас будет дракон. Если это Драгон Прест, то у вас достаточно будет драконов. И она сама по себе очень крутая, да, добавная карта. Следующая карта. Рунное Копье. Новое легендарное оружие за Шамана, за 8 маны 3-3. После того, как герой атакует, вы раскапываете заклинание и разыгрываете его цели, выбирается случайно. Ну, если честно, на первый взгляд шлака карта. Да и на второй взгляд шлака карты. На самом деле просто бесполезная карта, если честно. Во-первых, ну, какие, во-первых, рандомно вот эти заклинания разыгрываются. Это раз. Это фигня. Во-вторых, какие есть заклинания у Шамана, которые Шаман бы хотел рандомно призвать. Ну, давайте быстренько глянем, что у нас тут есть. Шаман. Ну, мы не видели, конечно, новое заклинание. Что? Исцеление предков, может быть? Или Сила Тотемов, может, хотим разыграть? Или мышка все-таки мне включится. Постоянно отрубается-то. Или, может, было ваше стало наше. Нет, не хотите. Земной шелк, там ледяной шелк. За 8 это маны. 3 дамеджа. Плюс молния. Плюс раздвоенная молния. Эволюция. Мне кажется, если тебе нужна эволюция, ты возьми эволюцию. Нахрена тебе брать вот это оружие бесполезное? Это вот. Ну, нафига? Возьми эволюцию и будет все хорошо тебе. Совсем в тишине, Стив. Давайте из полезных посмотрим, да? Что есть полезного из заклинаний тут такого? Ну, смотрим, конечно, подороже. Подороже. Это рандомно кидается, мне не нравится. Ну, допустим, гроза. Гроза неплохо. Раз. Хорошо. Одно заклинание есть. Давайте пальчики загибать. Ну, может быть, отголоски духов, если у вас есть стол. Ну, ладно. Это ситуативно. Гнев прилива. Наносит существу 4 урона. Может и по-своему, да, зарядить. Не особо. Глаз тоже может по-своему прийти. Вулкан. Хорошо. Два. Жажда крови. Ну, возможно, три. Ну, что тут еще есть? Еще есть. Еще есть. Да, собственно, и все. То есть, на данный момент есть 3 заклинания, которые могла бы призвать эта пушка. Ну, более-менее, да, сносно. А на миллион заклинаний, которые просто полный отстой. Поэтому я считаю, что карта, ну, на данный момент отстой. Просто потому, что очень мало карт, которые могут с ней синергировать. Во-первых, очень дорогая. Во-вторых, нет тех заклинаний, которые мы даже рандомно хотели бы призвать. Ну, разве что Гроза. Ну, разве что вот этот Метеорит за 5. Ну, разве что Бейл. Все. Больше нет. Может быть, добавят новых каких-то заклинаний. Там все заклинания, например, дополнения будут очень-очень крутые. Будут призываться. Эволюцию. Нужна эволюцию? Возьми эволюцию. Лау. Зачем тебе брать рунное копье, когда можно взять эволюцию? Эволюция такая специфическая. Колодь тяну. Эволюцию. Не просто так. Ну, за 8 маны эволюцию призывать. Такое себе дело. Вот. Так что, на данный момент говно. Но если добавят 10 крутых спылов шаману, то, может быть, эта карта заиграет. Ну, очень всякие-то все-таки жесткие будут там. Маны за 10 добавят какое-нибудь заклинание. Там за 8. И все они такие будут... Спасибо, Иван. Спасибо большое за поддержку. Я потом переключу, она озвучится. Так что, фигня карта. Ну, на данный момент точно. Не думаю, что за их. Переходим дальше. У нас осталось 4 карты, которые анонсировали. Развилка. Что это такое? Выберите дважды. Два раза зарабатывает эффект. За 4 маны вы берете карту. Ну, выбираете один из эффектов. Берете карту, ваше существо получает плюс 1 атаки. Или вы получаете 6 к броне. Ну, то бишь, эта карта, скорее всего, будет играть за 4 маны. Вы берете 2 карты. Либо за 4 маны бафаете плюс 2 к атаке. Или за 4 маны 12 армора. Но за 4 маны 12 армора это очень ситуативно. И... Как бы... Ну, смотрите. У Вара, допустим, есть спелл за единицу маны. 5 армора, да? То есть, 5 армора эквивалентно единице маны. 6 армора, что эквивалентно 2? 2 маны, да? Раз их 2 штуки разыгрывает. Ну, невыгодно. Единственный вариант, когда вы будете пикать себе армор, это вы играете против ханта. Он жирно выставился и давит вам лицо. Вы поставили таун, то вам надо как-то защититься. И вы будете стакать себе армор. Карта на самом деле очень липкая, потому что, играя эту карту в агродеке, вы можете брать плюс к атаке, да? Заспамили стол, плюс к атаке 2 раза, пошли в табло. Клево. Играя в какой-то контроль колод, вы можете, в темпе, допустим, вы можете добирать карты, да? И за 4 маны добрать 2 карты. Это на самом деле нормально по мане, потому что добор одной карты стоит 2 маны. Вспоминаем гномку. За 4 маны 2-4 тушка добирает 1 карту, да? Здесь за 4 маны ты доберешь 2 карты. А под фендрелом ты вообще сделаешь все, что здесь можно, да еще и 2 раза. Я думаю, с этой карты цена фендрела вырастет. И, возможно, фендрела будут разыгрывать как можно быстрее, чтобы попытаться сыграть развилку. Потому что, если ты используешь все эффекты вот эти, это будет очень круто. И на раннем этапе вообще супер. Например, ты первые 3 хода спамишь стол, там, какими-нибудь мелкими существами, потом на 4-й или через монетку стоишь фендрела, и противник не убивает фендрела, и ты кидаешь развилку, и все. И мне кажется, это GGVP, карта Агра, побеждает все партии. Фендрел уйдет через полгода. Так что это дополнение еще фендрел будет играть, поэтому я могу о фендреле... Так что, на самом деле, хорошая карта. Для арены хороша, для ладера, я думаю, найдет себе применение. Она липкая, она может и так, и этак, и сяк. И ты это выбираешь, это не рандом. Осталось только узнать, эффективно ли эта карта будет играть в ладере, и хватит ли вот этого эффекта, чтобы ей занять четвертый слот, который, кстати, у друида не так особо и занят. Что там, свайпы, да четверки джейдовские в основном используются. Ну, сейчас еще используется разгон по мане, да, за 4 маны, 3-3, вот, которые 2-2 еще признают. Может быть, от них откажется. Ну, для агро четверка вообще не занята, там даже свайпы не лежат, если... Давайте переходим к следующей карте. Новый уровень. Паладиновский спелл за 5 маны. Ваши паладина рекрута получает плюс 2, плюс 2 и провокацию. Ну, если честно... Шляпа. Ну, шляпа, честно. Во-первых, когда эта карта может сыграть? Когда у вас на четвертый ход заспамлен стол паладинчиками, да, вы на пятый ход кидаете эту карту, и у вас такие все паладины рекруты с бафом и с таунтом. Вы идете в лицо и побеждаете. Часто ли такое будет происходить? Не часто. Давайте попробуем представить, сколько надо бафнуть паладинчиков, чтобы окупить данную карту. Ну, плюс 2, плюс 2 и провокация, это равноценно, наверное, бафам за 2 маны в одно существо. Соответственно, чтобы эта карта реализовалась, на столе должно стоять минимум 3 паладина рекрута. Как мы можем, например, это сделать? Показали нового кобальда, который при своей смерти отдает вам 3 паладинчика в руку. Они стоят по единице маны. Конечно, обилка еще стоит 2 маны, тоже паладинчик призывает. Допустим, это 8 ход. Вы ставите 3 паладинчика, ставите новый уровень за 5, и у вас стол 3-3 таун. Ну, 3 существа, 3-3 таун. Хорошо это за 8 маны? Да нет, нехорошо, ребят. То есть, нам по-любому надо, чтобы на столе стояли паладинчики к этому ходу, иначе эта карта полный шлак. Поэтому на данный момент просто нету этой карты реализации. Но, допустим, представим такую ситуацию, был гей-парад. Помните, за 3 маны вольного есть? Ты вешаешь оружие, 3 паладинчика призываются. Если подобную карту сделают за 4 маны, что-то подобное, призвать паладинчиков, еще там, может, оружие какое-нибудь взять, то, возможно, эта карта заиграет в каких-то специфических паладинов на рекрутов. Пока что такой карты, супер заспамливающей стол паладинчиками, пока нету. Но если Близзарды добавят дополнение, что, на самом деле, очень сильно на это намекают. Ну, потому что эту карту без подобных карт использовать большого смысла-то и нету. Поэтому, мне кажется, может они добавят, и будем смотреть, насколько эта карта будет эффективна. За 5 маны есть? Ну, это не выгодно, это за 4 маны была бы она, да и то бы ее не играли. Надо еще что-то, бонус. Понимаешь, ты ставишь 5 паладинчиков на стол за 5 маны, и противник вспышку кидает. Нет твоих паладинчиков. То есть, ты будешь ее комбить за 10 маны, делать 5 паладинчиков, плюс баф вот этот кидать? Это фигня, по-моему, какая-то. За десятку лучше и Шарадж поставить какого-нибудь. Или кинуть Тиреона за 8 маны, или кинуть Трагнороса в Слугу Света за 8 маны. Да много что есть. Пала пушка есть? Какая? А, за 7 единиц? Ну, за 7 единиц, это лейт. От этого очень легко избавиться потом будет за 7 маны. Эта карта сильна, когда ты ее кидаешь на 5 ход. То есть, на 8 ход, на 9, это уже карта не такая сильная. Потому что можно это все зачистить. К 8 ходу ремовелов просто у каждой собаки. Да что с мышой-то все? Я не знаю, что с мышой. Просто стоит и все. Стоит и ничего не делает. Да, это новые карты. Новый оберег дали на этот раз. На этот раз для воина. За 7 маны малый мифрил. Он также увеличивается в средний мифрил, да, по-моему, и в великий мифрил. Я так думаю, что так перевели. Собственно, что делает? За 7 маны призывает мифрилового голема 5-5. Или голема, как там правильно сейчас мне представлять будете. Если снарядить вашего героя оружием, естественно, улучшается всего 2 раза. Первый, вот вы видите на своих экранах. Второе улучшение призывает 2 мифрилового голема. Третье улучшение призывает 3 мифрилового голема. За 7 маны, ну, допустим, ну, давайте считать. За 7 маны призывает 2 голема 5-5. Суммарная характеристика 10-10. Суммарная характеристика 14-14. Нас за 7 маны устроят, но не 10-10, ребят. Во-первых, это очень легко убить тем же зелем драконьего огня. Или, ну, на седьмой ход у противника найдется чем делать. Да, паладинчик будет 3-3 делать, таунты. А вот воин будет делать 2 штуки 5-5 на стол. Ну, да, говно. Давайте посмотрим 3 големчика 5-5. Выгодно ли это? При этом же 15-15 уже вот около-около выгоды, да? То есть нам надо одеть... Одеть 2 раза пушку. Это несложно для воина. Вопрос эффективности данной карты. Эта карта, во-первых, должна лежать у вас в руках. Во-вторых, вы должны одеть 2 пушки к 7-му ходу. Естественно, эту карту надо будет кинуть именно на 7-й ход. И, естественно, обгреженную 2 раза. Сделать это до 7-го хода в принципе реально. Вопрос состоит в том, воин может взять себе еще одну семерку. И какой воин может взять себе эту семерку? Ну, наверное, контроль воин, потому что он в одной карте будет нести несколько существ. И это нормально. Чего я распинаюсь? Ну, говно, если честно. Мне очень нравится эта карта. Чего я тут распинаюсь? Ну, мне не нравится, ребят. Ну, фигня какая-то. Если есть какие-то, ребят, применения, пишите. Я, если честно, не нашел этой карте в голове ни одного применения. Ее очень легко зачистить. Характеристики фиговые. Были бы они, не знаю, ну хотя бы 6-6, да? Под отделе драконьего огня можно было сыграть. Но они и ДК приста боятся, которые будут так дальше и заполонять ладер. Да и все боятся. Дофига чего боятся. Они не займут стол так, чтобы выиграть партию. Ну, и последняя карта, которую нам показали, это Лего Ханта. За 8 маны. Катрена Зимний Шорох. Это не одна из сестер Сильваны? Нет? Силен Глори. Фиг ли у меня мышь-то не работает? Вот, мне показалось, что это одна из сестер. Иван. В общем, что она делает? За 8 маны. Хантовская карта. Боевое кличи. Присмертный хрип. Вы вырубаете... Вы вербуете... Вы вырубаете. Вы вербуете зверя. Вербовка. Что это такое? Мы тащим рандомного зверя из колоды. И кладем ее на стол. Эта карта делает данную операцию два раза. Когда выходит на стол и когда умирает. Какое должно быть существо, чтобы эта карта себя окупила? Ну, во-первых, ребят. Первая... В первую очередь, карта достаточно липкая. То есть, она призывает сразу. Она мне чем-то напоминает Айю, которая очень прижилась. Ну, потому что были специфические джейд колоды. Но у этой карты нет специфики. То есть, если Айя призывала, ты знал, что она призывает. То у этой карты ты не знаешь, что она призовет. То есть, у тебя в колоде как есть, как и киски вот эти вот один-один, так и высокогривы саванны. Допустим, у тебя какая-то мидрейнш или больше контроль колода. То есть, соответственно, чтобы эта карта играла, нам не надо брать зверей в колоду за единицу, ну, либо за две маны. То есть, начинать зверя себе в колоду класть за три маны. Ну, допустим, за четыре, да? Мы за три маны обошлись с пылом хантовским, который зверя призывает, там, луки. Третью ману можно оставить без зверя. Старта у ханта нету. Ему нужны какие-то точные ремовалы на старт, чтобы, да, начать себе класть зверей с четвертой, да, допустим, маны. И тогда у этой карты появляется возможность... Модерка, она у тебя. Вот, с четвертой маны. Разрабы сказали, что Фендрол активирует только карты с выбором двух эффектов. Следовательно, эта карта не будет работать. Так что пролетаем. Я понял, то есть два раза будет выбирать то, что ты выбрал, да? Я понял. Ну, это четыре карты, допустим. Или баф четыре. Ну, тоже неплохо. Биг ханта... Биг ханта... Что за биг хант, ребят? Ну, медрейнж ханты не играет. Вы говорите про какого-то контроля ханта. Это сейчас, ну, просто не имеет места быть. Какой контроль хант? У ханта нету, во-первых, крутых масс зачисток. Нормальных, чтобы ты так кинул, как волну огня, и все это зачистило, да, допустим. На седьмой ход, чтобы на восьмой Катрена поставить. Ну, вообще, вот смотри. Допустим, мы эту карту ставим и призываем котика, да? 1-1. Она умирает и призывает еще одного... Самый плохой вариант. Еще одного котика 1-1. Это суммарные характеристики 8-8, что, в принципе, не так же плохо. Но есть шанс на то, что она призовет хорошую карту. Там высокогривы, допустим, какого-нибудь. Ой, не знаю. Много мелких нельзя брать. То есть карта медрейнж контроль типа... Больше контроль типа, чем медрейнж. А контроль хант это сказки, байки. Пока что на данный момент. Если нам не покажут какую-то суперкрутую карту для контроль ханта. Пока что такой... А, и меня бесит очень мышка, которая у меня периодически просто отваливается. Просто вот, доброе утро. Я даже не знаю, с чем... Ой, просто так не работает. Сейчас, секунду. Ась! Пожалуйста, мне... Свою. Ломалась. Перепроводную. Ну, о, включилась. Я не знаю, просто отрубается, подрубается. В итоге получается, ребят, что... Кобальда и катакомбы пока что... Ну, что мы имеем из хороших карт, да? Вот, да, вроде, да, какой-то масс ремувал у ханта добавили. Может быть... Может быть, контроль ханта появится. Ну, этой карты пока маловато для контроль ханта. Нужно за 2 маны какую-то массовку. И желательно, чтобы ты сам мог эту... Эту массовку регулировать. Батарейки можно? Да поменял батарейку, она не работает с новой батарейкой. Вот, этого мало. Нужно за 2 за единицу хорошие массовочки на весь стол. Или за 3 маны побольше. Что я еще хорошего здесь приметил? Пока что. Пока что, пока что. Хороший плотоядный куб, может быть, в хантишку красову можно закинуть. Хороший секрет обман смерти. Хороший дракон для преста. Хорошая развилка. Ну, и все, пока что. А, хороший вот этот секрет. Очень хороший секрет, мне очень нравится. За 2 маны. Простите, я уже делал... Обозревал эту карту. Я думал, что из колоды призывается. Но это рандомное существо за 3 маны. В любом случае, за 2 маны, рандомное за 3 маны, будет очень хорошо. Ты выиграешь валую на одну карту. То есть, только вам надо, чтобы ваш противник по вашему герою сходил. Карта вообще, хороший секрет. Ты ее на второй ход вешаешь, на третий ход лук, и вообще все шикарно. То есть, противник, скорее всего, не будет хотеть тебе по лицу ходить. Больше хороших карт... А, вот этот, да, коблит иллюзианис тоже нормальный. Но ему нужна какая-то специфика. Нужна какая-то специфическая колода. Все. Раз, два, три, четыре. Пять. Пять карт. Ну, вот это вроде оберег малая яшма. Только пока его непонятно куда кидать. Шесть. Ладно. Шесть. Чисто теоретически может еще и Катрена выстрелить. Я пока не буду на ней ставить крест. Уж что-то какая-то она очень липкая, да. И боевые кличи, и пресмертный хрип. И плохо убивать, и хорошо и ставить. Неплохо, да, выглядит. Тем более, восьмой дроп у Ханта открыт в Медренш-Ханте. А если ты будешь призывать высокогрива Саванны, это просто будет очень, очень мощно. Даже если ты будешь призывать Кода, будет очень круто. А, и Куб, да. Семь, да? Семь или восемь. Ну, все остальное полный шлаг пока. Вот такие, ребят, карты у нас на сегодня. Вот, со зрителями. Смотрит запись. Я прощаюсь. А стрим, ты продолжай. Смотрит запись.